Зеленые точки старта Ниссан Лифф, самого распространенного в России на данное время Здравствуйте! Народного автомобиля, можно сказать, из электроавтомобилей Да, можно сказать, народный автомобиль Роман, ну, во-первых, сначала объясни нашим зрителям и тем, кто в первый раз интересуется электромобильной тематикой Почему ты вообще решил купить электромобиль? Ну, может быть, кто-то идет к покупке планомерно, размеренно, годами читает отзывы, смотрит, взвешивается за и против Покупка была спонтанная? Этого автомобиля Время пандемии сидели дома Начали считать, что, как, куда, какие затраты, расходы Есть легковой автомобиль, которым 95% времени двигаюсь работа дом один в нем Посчитал, что можно его продать и купить два автомобиля Электрический Ниссан Лифф и автомобиль попроще бензиновый, чтобы ездить далеко Мифы по, ну, как вкратце, плюсы-минусы автомобиля Давайте с минусов, чего боится народ Народ боится, что в России не распространены зарядочные станции Негде заряжать, как я это буду делать Сколько я проеду и так далее Это один минус такой, что не распространена сеть АЗС Но это по России По Москве и Московской области могу сказать, что с этим хорошо С учетом того, как это у нас, в кавычках, развито в государстве транспорт И поддерживается у нас развито хорошо В Москве около 20 быстрых зарядных станций Которые за 30-35 минут заряжают автомобиль до 80-85% И около 200 практически стационарных розеток на 220 вольт Они есть в специализированных приложениях Так что этот миф можно развеять Если у вас частный дом или есть где заряжать автомобиль на работе То это еще этот миф развеиваем полностью По батарейке Да, батарея литий-ионная, как и в телефоне, который гаджет любой Всем знаком Она имеет такое свойство деградации Устаревает, меньше держит заряд И телефон раз, ну кто-то в 2-3 года, кому возможности позволяют, его меняют Потому что начинает меньше держать батарею Ну на примере твоего автомобиля Сколько лет ему и сколько остаточной сейчас емкости Автомобили новые С первым, вторым поколения С 24-х киловаттной батареей Остаточная емкость автомобилей, которые приезжают в Россию В среднем, это 2011-2015 год Остаточная емкость их 65-85% От полной емкости Если в цифрах говорить, то автомобиль новый в Японии, когда приобретали Проезжал в районе 180 километров Сейчас отсюда высчитываем приблизительно 70%, получается 110-120 километров Он может проехать по измерениям японским, по какой-то своей системе Но это сделано в идеальных условиях В наших московских реалиях этот автомобиль с 70% остаточной батареи Проезжает в спокойном режиме, в спокойном городском 110 километров, еще остается доехать до зарядки километров 10 куда-то до места работы или дома Ну давай уточним нашим зрителям Ты живешь где-то в районе Щелково, да, я так понимаю, работаешь в Люберцах? Правильно, живу в области по Щелковскому шоссе, работаю в Люберцах То есть и тебе хватает? Ежедневный маршрут, работа, дом в обе стороны 46 километров Зарядки мне хватает на 2 дня 100 километров я на ней сейчас проезжаю Зарядочная станция есть недалеко от работы в пешей доступности В районе 5-7 минут пешком Поэтому миф с зарядками, если у кого-то есть возможность заряжать его на работе Живет в частном доме, или есть гараж, или есть стоянка, где можно договориться с охраной И подключиться к зарядке, это замечательно У него два автомобиля, существует два разъема для зарядки электроэнергии Для зарядки батарей, высоковольтных батарей Один это простой, можно пройти, можно даже показать Они находятся в передней части автомобиля Лючок есть, открывается с салона Зарядка быстрым, постоянным током Быстрая зарядка подсоединяется через специальный разъем для постоянного тока Заряжается, как я уже повторюсь Повторюсь, автомобиль где-то на 85% от нуля Он заряжается за 35-40 минут И разъем стандартный на простую зарядку 220 вольт переменным током Разъем в багажнике, здесь фирменный разъем На обратном конце идет простая вилка, российская, под простую розетку 220 вольт Длина штатного шнура 70,5 метров Бывают больше, люди подсоединяют некоторые переноски 10, 20, 30 метров плюсом, 40 Кто-то даже с 5-го, 10-го этажа бросают кабель, договариваются как-то и заряжают Проводят на столбик себе, выводят щиток Чаще, конечно, это в регионах, где это попроще Ну вообще в любом регионе, в Москве, это как-то соседи скажут, вот нельзя, так далее, какие-то нормы, это как-то жестче А в небольшом каком-то городе, областном, это проще договориться с соседями, никому не мешает Поставил, ты из-за своего электричества платишь, ты не общая, ты из своей квартиры это выводишь Поэтому два разъема есть, очень удобно, даже если место закрыто, ты можешь встать вдоль, поперек от этой зарядки 70,5 метров это довольно-таки нормально, длина автомобиля это в 4,5, я не знаю, больше 5 метров это уже дальше бизнес-класс идет какой-то То бишь хватает даже между автомобилей провести и подключиться к зарядке Роман, тогда давай расскажем нашим зрителям, то что ты попробовал установить, попроси, чтобы в твоем дворе установили зарядку Как этот процесс идет, вообще с чего ты начинал? Да, продолжим зарядку, да, заряжается от простой розетки 220 вольт, он заряжается в районе вот этот автомобиль с такой остаточной емкой Который приезжает в Россию в районе 5-6 часов То есть это ночная зарядка? Это ночная зарядка, это кто-то днем приезжает, оставляет автомобиль, идет, работает, автомобиль полностью заряжается за 5 часов Он его через 8 может забрать часов, она автоматически отключается, прекращается зарядка Вариант установить зарядку, услышал, что есть такой, можно связаться с, написать заявление на Мособлэнерго На правительство Московской области губернатору об установке зарядной станции Умный опор, так называемый, столба, голубенького такого, для зарядки около дома Написал заявление, пришел ответ, через месяц, что мой адрес включен в перечень Планируемых мест установки зарядных станций Сейчас идет согласование, выбирают, кому принадлежат трансформационная подстанция Уже приезжали люди с Мособлэнерго, осматривали, и сейчас они уточняют место для установки столба или опоры Кому принадлежит, муниципальная или федеральная земля, чтобы дальнейшие согласования провести Поэтому я надеюсь, что в ближайший месяц, полтора-два, в пессимистичном, да, два месяца, я думаю Будет установлена зарядная станция около дома, и это тогда облегчит эксплуатацию этого автомобиля Ты не будешь практически ни о чем думать Потому что даже зимой, когда автомобиль потребляет больше энергии за счет работы печки Проезжаешь меньше расстояния Даже зимой ты будешь знать, что доехал в одну сторону В обе стороны тебе хватит, ты около дома поставил, зарядился на полную и поехал на следующий день ездить Да, это как гаджет, который села батарейка, надо заряжать Это как вот все гаджеты, которые садятся Поэтому это вот минус с зарядками, его надо в голове побороть Вот ты думаешь, что негде заряжать Всегда можно найти вариант гибозарядки Придумать, договориться с мойкой, с охраной, на стоянке где-то припаркован С каким торговым центром Кто еще, тот всегда войдет Да, главное для себя решить Поэтому есть такой, да, минус, но его можно побороть Зимний пробег, зимний расход электроэнергии Автомобиля печка берет много электроэнергии В зависимости, конечно, от климата, от морозов Поэтому пробег снижается до, из 110 до 50-60 километров Может упасть, но это при температуре на улице за минус 20 В Московском регионе редко такая бывает температура И опять же, сколько установить печку в салоне? Можно установить 23, можно установить 18 И одеться нормально, не прямо там, не в шапке сидеть, конечно Но и ты, компьютер бортовой, очень интуитивно все показывает Видно, сколько она потребляет электроэнергии Насколько тебе хватит проехать Если ты убавил на 2 градуса, она покажет Ты проедешь на больше 5-10 километров Ты прогнозируешь Боязнь встать где-то Ну, как и на бензиновом автомобиле Ты видишь, у тебя лампочка у тебя загорится У тебя написано, сколько ты проедешь Ты знаешь, что надо ехать в ближайший заряд или заправка? Да, здесь то же самое Конечно, да, это не просто так заправка Нашел 2 минуты, постоял 2 минуты, 5 минуты Заправился и уехал Это дольше Но если передвигаться по Москве Да, и в Московской области, и в Люберцах, и по Ленинградке В районе Одинцова В направлении Одинцова Есть быстрые зарядные станции Сегодня я заехал на набережной в Москве В главном офисе МОЭСКО Они установили бесплатную быструю зарядную станцию Я посчитал, что я могу не доехать до работы На всякий случай я заехал туда на 10 минут Заряжался 9 минут Залил 4 киловатта Этого хватает на 40 километров пути Практически на 40 километров До работы у меня оттуда было 17 Поэтому 8-10 минут я потратил Подъехал, зарядился Поехал спокойно домой Поехал на работу, извините И поставил ее на зарядку В простом столбику 220 вольт заряжать Роман, давай все-таки уточним Чтобы не пугать наших зрителей Когда мы говорим про пробег 100 километров Из этих двух месяцев 2 недели был в отпуске Поэтому, грубо говоря, в таком режиме Тысячу легко в месяц проезжаю, работа, дом На своем личном бюджете семейном Ты как-то уже почувствовал, что ты не тратишь на бензин На какие-то сервисные работы и прочее? Расскажи об этом Ну вот за 2000 километров Вложения в машину, если считать все По приезду автомобиля с автовоза Снял он был грязный Сделал комплексную мойку Тысячу рублей И один раз за эти два месяца Еще раз помыл автомобиль за 200 рублей Все Это все затраты Электроэнергия Электроэнергия, самый интересный вопрос На данный момент Пилотный проект в Москве, в Московской области Она бесплатна Не может такого быть Почему-то такое есть И счастье любит тишину Поэтому пусть это знают Те 300-400 человек Которые приобрели И в Московской области Это приблизительно 400 счастливых электроэнергии Которым Кто-то заряжается, конечно, тоже в области Дома, в гараже По ночному тарифу Если заряжают В нее Вот с таким остаточным ресурсом В нее влезает где-то 15 киловатт электроэнергии Киловат в Московской области Стоит по-разному В зависимости Частный сектор Электроплиты дома Газовые плиты и так далее Но в среднем Ночной тариф Где-то 2-2,5 рубля То бишь полная зарядка Где-то Ну, я не знаю 35 рублей Это полная зарядка И этого хватает вам на 100-110 На 35 рублей даже литра бензина не купить? Да, на 35 не купишь Если по дневному тарифу заряжать Где-то на 60 рублей То бишь чуть больше литра И получается Вы на эти 35 рублей На 15 киловатт По ночному тарифу Если проезжаете 100 километров У вас 30 копеек Стоит километр пути Такого Ну, даже Самого экономичного Дизеля Малолитражки Какой-то дизельной Таких Расходов Вы не добьетесь И опять же По двигателю По ресурсу По подвеске Ну, нельзя сказать Что в автомобиле Нечему ломаться Но основные узлы Агрегаты Которые требуют В бензиновом автомобиле Постоянного Или в дизельном Автомобиле С ДВС Требуют Постоянного обслуживания Это двигатель Менять масло Навесные агрегаты Всевозможные Ремни Свечи Здесь этого нет Здесь есть электродвигатель Синхронный двигатель Бесщеточный Которым Ну, ресурс Неизвестен Но есть машины Автомобили Приезжающие с Японии Из-под такси С пробегом Далеко за 300 И в двигатель За 300 тысяч За 300 тысяч километров И в них Никто В двигатель Не влезал И я думаю Что Как вот Японцы говорят Что двигатели Миллионники Я думаю Что так и есть Потому что Ломаться нечему Еще так нету Ну, может быть Со временем Два подшипника Каких-то Подожди, Роман Неужели тут вообще Нету масла По-моему Тут же есть редуктор Вот Это мы про двигатель Да Есть еще коробки HDSG Вариаторы Роботы На автомобилях С ДВС Которые тоже Требуют обслуживания И ломаются Пинается коробка Ломается Потому что У всех автомобилей Есть какой-то ресурс Заложен Автомобили сейчас Ну, как в общее мнение Бытует Производится Не инженерными Маркетологами Автомобиль должен нравиться Новая модель вышла Старую продал Гарантия закончилась Купил новую То бишь Кто покупает Уже был автомобиль С коробкой Есть возможность Что он попадет На траты Какие-то дорогостоящие По коробке Здесь двигатель Синхронный Связан напрямую С колесами Через редуктор Одноступенчатый редуктор Тяга Постоянно Есть во всех оборотах Крутящий момент Если не ошибаюсь 260 ньютон-метров Это довольно-таки Прилично Это как У хорошего Бензинового двигателя С объемом Литра два с половиной Или У 1.4 Один Какого-то двигателя С турбиной Крутящий Где-то Тут рацион Здесь также 260 Если не ошибаюсь Можно 208 ньютон-метров Машина едет Во всем диапазоне Очень хорошо Приятно Активное Вождение Есть Есть возможность Поэтому В редукторе Масло По японским меркам По японским правилам Проверяется Или меняется Раз в 40 тысяч километров Замена Масла в редукторе Занимает По времени Около Получаса Часа И по стоимости Это где-то С работами Выходит 2-3 тысячи рублей 2,5-3 тысячи рублей Две пробки Открутить Сливную Скрутили Заливную Закрутили По уровень Залили маслом Масло Трансмиссионное Ниссан Матик С Купить можно У любого официального Дилера В любом магазине Оригинальное масло Ниссановское Его уходит Где-то Литр Четыреста Объем Всего лишь масла Туда заливается Полтора литра Да Где-то полтора литра Масла Поэтому По обслуживанию По двигателю По подвеске Как и любой автомобиль В зависимости от стиля езды От дорог От состояния дорог Подвеска требует вложений Если Какие-то появляются Скрипы Стуки И так далее Диагностируется Это на любом сервисе Потому что И меняются запчасти Потому что Подвеска Практически вся От Ниссан Жук Подходит полностью Ниссан Жук Это считается Как компакт кроссовер Да Компакт кроссовер Да Ниссан Жук А задняя подвеска Так как автомобиль Тяжелый Вот Ниссан X-Trail Поэтому Ну сзади там балка Находит Там особо Менять нечего Поэтому На Ниссан Жук Даже можно сказать Фары немножко похожи Такой выпуклой формы Ну на любителя Поэтому Интерьер Интерьер автомобиля Если так вот Подойти С три четверти Снять спереди Вот с этого места Где-то вот есть Он Нельзя сказать Что он И хутуристичный И простой То скажет Мыльница какая-то Тут На вкус и цвет Товарищи нет Поэтому тут Кому что Этот автомобиль Я бы сказал Что тут главное Эффективность Эффективность Да Создан У него низкое сопротивление Х хороший Коэффициент Японцы Это предусмотрели Чтобы автомобиль Больше мог проехать На одном заряде На одном киловатте На заряде Поэтому Поэтому О внешности Кому-то Нравится Кто-то говорит Вот Тесла Дорогой электроавтомобиль Кто-то скажет Ну унылый Унылый в салоне Ковшись Какие-то сиденья Панель Тоже скучный Хотя она стоит Пять миллионов Поэтому О наличии зарядок И даже то Что зарядку Можно поставить У себя Во дворе Обратившись В нужные Организации Сказали Что Это экономично Как еще Страх Страх Зимы То Что Вот Как раз В зимний Период Будет падать Емкость И ты Не сможешь Проехать Допустим От своего Дома К работе От работы До дома Хватит По-любому Потому что Пробег У меня Отработан Дома Сорок шесть Километров Этого Даже В минус Двадцать На улице При работе Печки На полную Этого Хватит То есть Ты не будешь Замерзать И скребком Утирать Изнутри Стекла Автомобиль Не нужно Прогревать Как любой Двигатель При ДВС Каком-то Дизельно Бензиновый Прогревать Не нужно Сели Сразу Поехали Электродвигатель Не требует Этого Очень много Встроенных Систем Таких Как Прогрев Автомобиля По таймеру Зарядка По таймеру Чтобы она Поначал На тарифу Пока он у тебя Заряжается Он еще и Прогревается Можно утром Прийти в 7 часов Утра Поставить На телефоне Не в приложении А прямо в магнитоле Там очень информативный Магнитола Устанавливается Что вот Я поставил на зарядку В 8 часов вечера Хочу чтобы он Начал заряжаться В час ночи И хочу чтобы По ночному тарифу И к 7 утра Чтобы он был полностью заряжен И к 7 утра Я ставлю Чтобы было 100% заряда И в салоне было Плюс 22 На улице Минус 20 Вы приходите Отключаете У вас в салоне Плюс 22 И вы едете Поддерживаете Эту температуру печкой Поэтому расход Не намного уменьшится У кого есть гараж В области Хранить теплом гараже Тоже большой плюс есть Огромный Даже не плюс сказать А назначение От автомобиля Это автомобиль Городской Это автомобиль Для города И для ближайшего Подмосковья Где у тебя В одну сторону ехать Ты знаешь Что ты можешь зарядиться И вот эти пробеги У этих автомобилей Где-то до 100 км Чтобы это было плечо В одну сторону Если ты зарядился Или в обе стороны Уехать за 45 И вернуться Это да Ну это минус Потому что этот автомобиль Городской А как я на нем Поеду на море Никак Ну а как вы Вот у вас есть Ламборджини А как вы за гребами Поедете в Ламборджини Никак Вот есть хороший Экскаватор есть Он какую-то Определенную работу Выполняет На нем Домой не поедешь На работу На нем не поедешь Поэтому этот автомобиль Городской Он не на дальних Поездок По клиренсу Кто-то говорит минус Но 16 см Или 160 мм Клиренс Довольно-таки большой Я на многих Сейчас на марках 13-14-15 см Я проезжаю Через лежачие полицейские Через какие-то Бордюры небольшие Заезжаю Ни разу Ничем не цепанул Не защитил Днище Все защищено Правда да То где плохие Дороги Ямы И так далее Надо аккуратнее Потому что Днище здесь защита Пластиковая Вдоль всего днища Идет пластиковая Защита Для обтекаемости И под днищем Находится Высоковольтная батарея Кстати Насчет батареи Это следующий Любимый вопрос Противников Электромобилей А вот когда Допустим Емкость Аккумулятора Упадет До 40-30% Что ты будешь Делать с аккумулятором И не выкинешь ли ты его Куда-нибудь На обочину Нет конечно Что ты будешь делать Давайте с конца начнем Выкинешь на обочину Уже очень много Ну можно сказать Людей которые Интересуются Электротранспортом Всевозможным В аккумулятор Состоит вся батарея Из таких вот Консервы Из ячеек Которые одна Отдельно Каждая друг от себя Есть люди Которые из этих аккумуляторов Разбирают Собирают себе Электровелосипеды Электросамокаты Можно даже сделать Солнечную батарею Подсоединительную Будет заряжаться С будет свет В подвале В гараже Домашние накопить У Либиных Можно много придумывать И это сейчас развивается Развивается На правне Электроавтомобилей Вообще все электрическое Уже там Вплоть до электросамолета Производят То есть мы говорим О второй жизни Аккумулятора Электроавтомобилей Да Это когда упадет в ноль По отзывам людей Общался с теми Кто ездит уже Три года в Москве Ну можно сказать Деградация Для понимания Старения Батареи Где-то Где-то Выходит Один Три процента В год Сейчас у нее Семьдесят То бишь Даже Вот пятьдесят Вот останет Нет Через Ну пусть будет Восемь Десять Лет Летом 50 Не знаю, что буду делать Может быть, к родителям в деревню отвезу В Нижегородскую область, оставлю там А они на короткие расстояния В ближайшие 5-10-15 км Будут ездить Пока не знаю, что От деревни до районного центра Да, 10-15 км съездить Может быть так Есть автомобили, смотрел отзывы, которые приезжают с Японии Из-под такси С пробегами больше 300 тысяч километров У них батарея где-то остаток 56% Это уже маленький И они на нем спокойно по городу, по Владивостоку Проезжали 50 км Кому-то может быть детей в садик развести Во школе, на кружки какие-то В школу В день может кто-то проезжать 7-8-10 км Всего в день Тогда даже им на несколько дней будет хватать автомобиля Поэтому этот автомобиль для тех, кто знает Сколько он проезжает А не то, что по работе он приехал Мы сказали, все, езжай в Химки, потом срочно езжай туда Из центра Это не для этого автомобиля Это для тех, кто знает на 90-95% Знает свой рабочий расклад Свой день знает, прогнозирует На дальние поездки есть Должен быть обязательно другой бензиновый, дизельный Какой-то автомобиль с ДВС Этот автомобиль на 99% не подходит Как автомобиль в семье Он примерно такой, как мы видели на фестивале Ниссан Е-Ноут Е-Пауэр Да, это автомобиль, который гибрид Который едет от электродвигателя Но у него есть двигатель внутреннего сгорания И он может быть одним автомобилем в семье Да В регионах В Башкирии, общаясь с людьми У кого-то есть один электроавтомобиль Он говорит, я езжу 95% времени 30-40 км, 10-2 км в день Ну вот, помелые, маленькие расстояния Пять раз в год съездить к родителям Съездить на море или куда-то У меня всегда есть у кого взять У Кума, у Свата, у Брата Я беру на неделю автомобиль И я свой, который у меня долго стоял, стоял, стоял Я его продал, потому что понял, что Практически всегда хватает на каждый день этого автомобиля Ром, еще тогда вопрос Насчет как раз зарядки аккумулятора Я тут смотрел видео Из Владивостока Когда пригнали одну машину Тоже Ниссан Лиф Там у него был очень большой пробег Но посмотрев по Алифспай Увидели, что при очень большом пробеге Остаточная емкость была там чуть ли не 90% И в Алифспай показали, что она заряжалась Все время на медленной домашней зарядке То есть, как, по-твоему Влияет на аккумулятор зарядка Домашняя, быстрая Ты не боишься заряжаться на быстрых зарядках? И этим самым как-то быстро убить свой аккумулятор? Ну, тут в этом однозначного ответа нету Очень много споров Быстрые зарядки, медленные Потому что были разные автомобили У этого автомобиля пробег 144 тысячи километров У него приблизительно одинаковое количество Больше тысячи зарядок быстрых Больше тысячи зарядок медленных в Японии А батареи остаток 70% Встречал я автомобили 2014 года чуть-чуть свежее С зарядками быстрыми и медленными С батареей 84-85% остаток Но Эти автомобили, которые я встречал Они были с северных островов Японии Поэтому бытует мнение, что Аккумулятор убивает не холод и не быстрые зарядки А температура Перегрев При быстрой зарядке батарея греется Да, нагревается Поэтому на жаре На повышенной температуре Быстрой зарядки не рекомендуется По крайней мере, каждый день Или постоянно заряжаться ими То есть, когда чередовать Это как раз идеальный вариант Вот есть такое мнение, что Иногда надо дать быстрый ток Быстрой зарядки Дать большой ток аккумулятору Чтобы его взбодрить немного Поэтому тут вот Очень много мнений Спорят Этот автомобиль Вот мое личное мнение Вот приехал Он, я посмотрел Какой у него остаток батареи Посмотрел Специальный программ Элифспай Который показывает Все внутренности Электрические этого автомобиля Все характеристики батареи внутренней ВВБ Высоковольтная батарея Я посмотрел на это И вот закрыл Пока сейчас проверяю Еще раз там в две недели Смотрю туда Но этот автомобиль Надо покупать Если есть возможность купить второй Или есть нужда в автомобиле И ездить Не надо заморачиваться Не надо ломать голову Ой, у меня полпроцента упало Потом оно чуть-чуть выросло К зиме У всех К зиме Снижается емкость Летом Чуть-чуть прогревается батарея Ближе к весной Летом Она отыгрывает обратно Потери в год Вот по тем Кто людям ездит Уже по три года В России Один Три процента в год Сейчас семьдесят Ну будет через три года Здесь шестьдесят Она будет проезжать Не сто десять Она будет проезжать Там восемьдесят девять Девяносто Мне этого тоже будет достаточно Поэтому я Ся решил Вот голову отключаешь Ты просто ездишь Наслаждаешься Экономишь каждый день Роман Ну тогда в заключение Что бы ты пожелал Тем Кто еще Сомневается И думает Стоит ли покупать Электромобиль Или нет Особенно в городе То есть Не бояться всего этого Ну первое Первое Надо смотреть на Финансовые возможности Как я уже сразу Кстати сколько стоит Ну вот эти Да не то что мой А первое поколение С десятого По 2017 год Выпускались В таком кузове Был небольшой рестайлинг В двенадцатом году Едва заметный Там В оптике И так далее Автомобили первого поколения Вот десятый Двенадцатый год В Владивостоке С доставкой Вот Если В Владивостоке Где-то стоит Приблизительно Ну от четырехсот тысяч рублей Батареи у них будет Шестьдесят пять Семьдесят пять Процентов Семьдесят даже В этом диапазоне С доставкой в Москву Автомобиль Вот минимум Четыреста пятьдесят Где-то в Москву Можно привезти В зависимости от пробега От состояния От оценки на аукционе И состояния батареи Этот автомобиль Мне обошелся В пятьсот тысяч рублей Две тысячи тринадцатый год Получается рестайлинг Первого поколения Покупать Стоит Ну Тут надо быть Немножко Ну даже не авантюристом Но если вы Включаете голову Вы начинаете считать И только минусы Где я буду заряжать Что я буду с ним делать Второй автомобиль Куда А вдруг сломается Где я чинить Потому что никто не сможет А вот правый руль Еще один Такой вот Я не смогу Никогда не ездил Если вот это все Обдумывать Покупка Будет или оттягиваться Или вообще Будет невозможно Потому что Отговорят знакомые Будут крутить пальцем У виска Говорят Ну ты что Зачем Ты авантюрист И так далее Поэтому не надо Просто Не взвешивать Все за и против Но не очень глубоко копаться Почитать отзывы Про эти автомобили Люди пишут Реальные отзывы На них редко ездят Такие там блогеры И так далее На них пишут Реальные отзывы Люди И можно посмотреть Те кто владеет Три года И они расписывают Что поменял Сколько выходил Километров пути ему Все затраты Расписывают свои Есть люди Которые за три года Проехали сто тысяч километров Говорят В подвеске Ничего не менял Поменял антифриз Это в любом автомобиле Надо менять По времени Поменял тормозную жидкость Поменял масло в редукторе Говорят Это все вместе Там Ну В 10 тысяч рублей Говорят Я вложился В 10 За 300 тысяч Говорят Все В расходнике По подвеске Не менял Все идеально По московским меркам Хорошие очень дороги По российским меркам Идеальные дороги Поэтому В районе 10 Там 12 тысяч рублей Потратил за три года На обслуживание автомобиля Ну Мойка Не замерзайка Щетки Это то что у любого автомобиля И все И человек понял Что ему это хорошо Ему хватает У него зарядка есть на даче У него зарядка есть около дома Есть Ну вот Я так считаю Что люди Кто начинает Глубоко думать И какие-то минусы 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 Негативом Напитываться каким-то Они не купят автомобиль У кого есть финансовая возможность И нужен второй автомобиль В семью Жене Или жене Он даст свой автомобиль А сам будет ездить на работу Жена будет развозить Как я уже говорил По кружкам Каким-то детей Или по садик В школу Есть финансовая возможность 450 тысяч рублей И начать экономить И попробовать что-то новое Всем советую Приобретать этот автомобиль Даже не то что приобретать Рассмотреть приобретение Можно почитать отзывы Можно будет связаться со мной Расскажу то что По небольшому своему опыту Но встречаясь С людьми на зарядных станциях У кого автомобили уже дольше Год-полтора года Они от меня даже Много нового узнают Автомобили Потому что почитал Пообщался с людьми Которые долго владеют ими Собрал в голове Эту информацию И для себя Сделал вывод Однозначно Что я от электроавтомобиля Не уйду То есть следующее будет тоже Второй автомобиль в семье Или электромобиль Второй автомобиль в семье Возможно сейчас есть бензин На который будет мало ездить Жена будет ездить Наверное на нем Следующий автомобиль Но если будет только свежее И понадобятся мне Другие пробеги Буду посмотреть здесь Через год Два-три Какая деградация батареи Если это будет Как и все говорят В районе одного-трех процентов И за три года она потеряет Пробег там Вместо 110 станет там 98-100 Или там 95 даже Меня это устроить И этот автомобиль Менять не собираюсь Пересаживаться на каждый день На бензиновый автомобиль Тоже не собираюсь Кто-то может быть Мечтает там Теслу купить Ну это не мой вариант Да даже Финансовые возможности Есть и появится Для меня Электроавтомобиль Это автомобиль на каждый день Именно ездить Экономить И это бюджетная автомобиль Которая может Себе позволить Большая часть Большая часть россиян Потому что стоимость 450-500 тысяч рублей Ходка подряд Хочу вот эту Это яркость Яркость знаю Вот все характеристики Показывает Сколько Тратишь электроэнергии На разгон При езде Киловатт Вниз Это что О чем мы не говорили Это рекуперация При торможении При накате Автомобиль Не расходует Ничего И даже Заряжается Вот это табло Показывает Насколько Экономайзер Можно так сказать Едешь Разгоняешься Насколько ты Ячеек Чаще Одна Две Три И это Сколько ты Сохраняешь Электроэнергии Он здесь Показывает И здесь В цифрах Все это Рисуется Ну да Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова